Активисты Народного фронта нередко сталкиваются с игнорированием и даже противодействием со стороны муниципальных властей. Проблем накопилось очень много, и представители районов области рассказывают о них за круглым столом. Об одном из самых ярких примеров программа объективно рассказывала еще два года назад. История о музыкальной школе в Балахне. Там родители возмущались повышением платы почти в два раза – с 300 до 540 рублей за обучение детей. С проверкой туда и нагрянули активисты Общероссийского Народного фронта. Тогда же родители и узнали, что несмотря на то, что с них всегда брали деньги за уроки музыки, они, оказывается, должны быть бесплатными. Тому подтверждение и закон об образовании. Такая ситуация во всей области, не только в Балахнинском районе, мы заметим. Дайте бесплатно. Вы мне задали вопрос, дайте мне и сказать. В кветочках перевод стоит. Объясните, почему в кветочках перевод стоит? Я вам ответила все. Вопрос с оплатой тогда так и не пересмотрели, зато в музыкальной школе сразу переизбрали родительский комитет. И удивительным образом те, кто отстаивал свое право на бесплатное обучение, туда так и не попал. Мы не знаем, кто выбирал. Выбирала масса людей. Нас не переписывали, не спрашивали, кто. Когда какие-то кандидатуры предлагали, они не говорили о себе, кто они. Не знаю, как-то странно происходило голосование. Некоторые поднимали руки по несколько раз, поэтому непонятно. Тогда, в 2015 году, к согласованному решению так и не пришли. И после переизбрания родительского комитета в администрации Блохнинского района вопрос, видимо, считали закрытым. Этим возмущены активисты Народного фронта. Они обсуждают его до сих пор. Результатом было следующее. По формальным признакам тот родительский комитет был переизбран на других людей. Людям дали понять о том, что если какая-то активность в этом направлении будет проявляться, мы устроим некое количество проблем. То есть это не подход в работе с гражданским активом, это не подход в работе с избирателями, это совершенно запрещено, это безнравственно. Мы считаем, что это недопустимо. Все вопросы, которые так и остались со стороны местных властей нерешенными, активисты соберут в единую резолюцию с конкретными адресами и ответственными лицами и направят к главе региона.